Всем добра, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим прямо-таки о могущественном продукте, который издревле называют яблочный уксус. Какие у него есть на самом деле положительные свойства, а что является выдумкой, которая ходит десятилетиями, а может и столетиями. И, наверное, давайте сразу скажу, что яблочный уксус не содержит много питательных веществ. Это один из самых распространенных мифов, почему яблочный уксус имеет такой сильный эффект на организм человека. Чтобы быть точным, там крайне мало витамина А, витамина С и в нем почти нет микро- и макроэлементов. Однако с давних времен все народы знают, что яблочный уксус имеет что-то, что не имеет все другие вещества и продукты. И вот в чем на самом деле дело. В яблочном уксусе содержится крайне мощное и важное вещество, которое носит название уксусная кислота. Ее еще называют этановой кислотой, а молекула ее выглядит вот так. И вот тут начинается самое важное. Может быть мало кто знает, но много людей, которым делают анализы на кислотно-щелочной баланс, имеют слишком большую щелочность. Да, я прекрасно понимаю, что все болезнетворные организмы размножаются и распространяются в кислой среде. Многие всегда стараются употреблять пищу, которая ощелачивает. И мы знаем, что важно соблюдать кислотно-щелочной баланс. Но важное кроется в том, что у каждой части нашего организма свой собственный уровень. Показатели колеблются от 0 до 14. То есть 0 – это кислая среда, а 14 – это очень щелочная. Однако это совсем не означает, что 14 – это хорошо. Чтобы стало более понятно, давайте вспомним один факт. Кровь человека имеет показатель, близкий к 740. Однако если этот показатель будет отклонен в ту или иную сторону на более чем единицу, то человек может впасть в кому. Именно это часто и происходит от передозировки любых химических веществ. В таком случае приходится срочно выравнивать баланс до 740. Кстати говоря, когда случаются ошибки, когда пациенту ввели также слишком высокую дозу какого-то препарата, и кровь стала слишком кислой или слишком щелочной. Поэтому, когда вам говорят, что вы слишком закислены, то важно переспросить, о какой жидкости идет речь. О крови, моче, слюне, желудке или кишечнике. Самым фундаментальным показателем кислотно-щелочного баланса, разумеется, является кровь человека. Ее показатели незамедлительно влияют на все остальные жидкости в организме. Однако дело в том, что если у человека взять кровь и попытаться измерить ее уровень, то уже сразу после забора крови, она, кровь взаимодействует с кислородом и моментально меняет свой баланс в ту или иную сторону. Поэтому делать анализ и на его основе действовать не всегда представляется возможным. В большинстве случаев люди руководствуются симптомами. Например, если вы посмотрите на список симптомов, когда у человека повышенная кислотность жидкости организма, обычно это называется ацидозом. И тут же сравните симптомы при повышенной щелочности. Это состояние называется алкалоз. В таком случае вы можете более-менее понять, в каком состоянии пребывает ваш организм. Как вы уже догадываетесь, многие люди живут в состоянии повышенной щелочности крови, алкалозе. Конечно, все хорошо, если в крови слегка повышен уровень щелочности. Однако, как мы уже рассмотрели ранее, сильное повышение щелочности в крови уже может стать проблемой для самого человека. Яблочный уксус может понизить уровень щелочности в организме буквально за несколько минут. Если мы понижаем кислотно-щелочной баланс в организме даже на несколько сотых единиц, то мы сразу же замечаем этот эффект на себе. Потому что поддержание кислотно-щелочного баланса моментально влияет на поглощение и транспортировку микро- и макроэлементов. Позволяет энзимам снова выполнять их задачи. Стимулирует работу щитовидной железы. Налаживает правильную работу обмена веществ и так далее. Поэтому давайте внимательно приглядимся к уксусной кислоте. Кислотно-щелочной баланс яблочного уксуса колеблется от 2 до 3 единиц. В данном случае это довольно большая кислотность, которая близка к показателям желудка в организме человека. Таким образом, когда люди принимают яблочный уксус при нарушениях в желудке, кислотность поднимается. Например, яблочный уксус принимают при изжоге. Что такое изжога на самом деле? Если объяснить очень простым языком. Когда человек чувствует изжогу, то это означает, что желудок имеет повышенную щелочность. А когда желудок слишком щелочной, то клапан желудка или нижний сфинктер пищевода не может закрыться. В таком случае люди часто говорят, что мол у меня в желудке слишком много кислоты. Однако все с точностью да наоборот. Ваш желудок имеет повышенную щелочность. И в таком случае, если принять немного яблочного уксуса, то он понизит щелочность. Тем самым приводя к здоровому балансу в желудке. Таким образом, тот самый клапан желудка или сфинктер снова станет закрываться, и кислота не будет покидать желудок через него. Почему появляется изжога? Когда человек покушал, то человек закономерно начинает вырабатывать желудочный сок. Однако, если сок недостаточно кислый, то пища, соответственно, не может быть переварена. Тогда желудок еще больше начинает выделять желудочного сока, чтобы помочь побыстрее переварить ту пищу. И когда этот процесс повторяется снова и снова, то, как мы уже поняли, желудочного сока становится слишком много, и он начинает выходить наружу из желудка. А выпив немного яблочного уксуса, мы повышаем кислотность, и пища переваривается уже лучше. Поэтому яблочный уксус решает проблему не только с чувством изжоги, но и пищеварение в целом. Это часто касается людей, которым более 50-60 лет. Дело в том, что с возрастом желудочный сок становится более щелочным. То есть, в здоровом состоянии он должен быть достаточно кислым. Поэтому, если вы знаете, что у вас повышенная щелочность в желудке, то она может быть выровнена в домашних условиях с помощью яблочного уксуса. Это позволит вам правильно расщеплять белки и впитывать витамины, микро- и макроэлементы. Если у человека нарушен pH желудка, что довольно часто встречается, то у таких людей автоматически проблемы с кальцием. А точнее, усвоение кальция замедляется или прекращается полностью. Таким образом, кальций начинает откладываться в мягких тканях организма, что неминуемо приводит к отложениям кальция во всем теле. Именно поэтому, когда вы видите пожилых людей, которые чувствуют себя как бы скованными в своих движениях, то это те самые отложения кальция в теле. Та же самая причина может лежать в основе артрита и артроза. Когда в тех тканях, которые должны быть мягкими, подвижными и тянущимися, становятся каменными и уже не могут правильно выполнять свою функцию. Как результат, люди начинают чувствовать боль, хруст, щелкание и т.д. Один интересный факт. Есть такое заболевание, которое называется катарактой глаз. Очень часто кальций также начинает откладываться и в глазах человека, что приводит также к нарушению функции глаза. Если кальций начинает откладываться в почках, то у человека появляются камни в почках. Если кальций появляется в желчном пузыре, то появляются камни уже и в желчном пузыре и т.д. Как мы видим, большое количество симптомов и неприятных состояний организма может появиться вследствие нарушения уровня кислотно-щелочного баланса желудка. В подобном случае важно выводить кальций из организма различными способами. Например, принимать витамин гормон D3 вместе с К2. Он помогает не только восстанавливать всю гормональную систему с иммунитетом, но также и в некоторой степени выводит кальций. А теперь давайте перейдем к очень интересной и важной части, которая поможет разобраться многим, что происходит во время стресса. Итак, как мы знаем, кортизол является гормоном стресса. А именно данный гормон, внимание, является причиной повышения щелочности организма. Не кислотности, а именно чрезмерной щелочности. Таким образом получается, что когда человек нервничает, у него повышается уровень кортизола в крови. И по этой причине организм становится более щелочным, в зависимости от того, сколько стресса человек переживает и насколько сильно нарушается кислотно-щелочной баланс. В таком случае самое плохое, что человек может себе сделать, это начать употреблять продукты, которые ощелачивают организм. Или пить щелочную воду. После этого состояние еще больше ухудшится. Разумеется, можно и нужно пить хорошую воду, которая имеет нормальный pH. Но нужно избегать чересчур сильной щелочности. Имеется в виду показатель 8 или 9. Как мы говорили ранее, могут начаться проблемы с впитыванием кальция и других минералов из продуктов питания. Если немного углубиться в биохимию человека, то при повышенной выработке кортизола в крови наши надпочечники начинают терять кислоту, которая называется H+. Они начинают ее выводить из организма через мочу и тем самым организм становится более щелочным. Кальций начинает откладываться в тканях организма и в таком состоянии человек испытывает именно дефицит кальция, так как он просто недоступен для обмена веществ. Помните, когда у вас после стресса начинает дергаться века или другая мышца на лице, это все следствие изменения кислотно-щелочного баланса в организме и моментальное понижение кальция. Иными словами, когда вы нервничаете, то глаз дергается от недостатка кальция. Конечно, можно принимать сразу больше кальция, как биодобавку, но как мы разобрали выше, он не будет усваиваться организмом, если человек нервничал и его уровень кортизола повышен. Но единственное, что может помочь любому человеку, это выпить небольшое количество яблочного уксуса. Уровень щелочи сразу же понизится, и организм снова сможет усвоить кальций. Подергивание глаза или другой мышцы лица в скором времени пройдет. Неврит или артрит. В этих случаях можно помочь точно таким же способом. Дать яблочного уксуса. Признаки могут быть совершенно разными. Иногда боли и спазмы переходят с одной руки на другую или непрекращающиеся боли в спине. Во многих случаях можно попробовать сбить чрезмерную щелочность при помощи яблочного уксуса. Выше мы разобрали проблему при стрессе, когда в организме нарушается усвоение кальция. Но все то же самое происходит с калием. Иногда можно услышать, что яблочный уксус либо содержит калий, либо помогает усваиваться микро- и макроэлементом. Но это не совсем так. Яблочный уксус помогает предотвратить потерю кальция, калия и других веществ за счет того, что понижает большую щелочность. Типичные симптомы при дефиците калия – повышенное кровяное давление, быстрая утомляемость, частые запоры и т.д. И когда вы слышите, что многие советуют пить яблочный уксус при таких симптомах, то он, конечно же, поможет, так как приостановит потерю калия из организма за счет выравнивания кислотно-щелочного баланса. Сейчас крайне модно следить за своей фигурой, и многие стали ходить в тренажерный зал и тем самым употребляют довольно большое количество белковой пищи, либо протеина в чистом виде, как биодобавку. Но немногие слышали, что белок содержит такое вещество, которое биохимики называют гуанидин. Вот этот самый гуанидин является крайне щелочным соединением. Таким образом, даже если человек не нервничает и уровень кортизола в порядке, но он употребляет довольно большое количество протеина, то мышцы лица также могут начать подергиваться или появляются симптомы артрита. И причиной является чрезмерная щелочность. Поэтому, когда человек начинает придерживаться кето-диеты с повышенным содержанием белков, то у них может появиться чувство скованности мышц за счет того, что кальций будет откладываться в мышечной ткани. Поэтому можно сказать, что такой простой и дешевый продукт, как яблочный уксус, помогает даже спортсменам. Итак, яблочный уксус помогает усваивать минералы, нормализует кальций и калий, помогает переварить белковую пищу и помогает поддерживать иммунную систему. Многие слышали, что в холодное время года и при простуде нужно пить больше витамина С. Но важное заключается в том, что человеку помогает не сам витамин С как таковой. Некоторые даже не принимают настоящий витамин С, а употребляют его синтетически дешевый аналог – аскорбиновую кислоту. Тут нужно сказать, что аскорбиновая кислота вовсе не является витамином С по определению. Однако даже аскорбиновая кислота в данном случае действует, а помогает она потому, что она является кислотой. Все это время мы говорим об уксусной кислоте, а аскорбиновая кислота, как понятно из названия, тоже кислота. Она имеет примерно такое же свойство, как и яблочный уксус. Однако яблочный уксус – это натуральный продукт, который в долгосрочной перспективе принесет только пользу. Поэтому, принимая яблочный уксус, человек получает гораздо большее преимущество. Когда вы или ваш ребенок простудится, начнется кашель, насморк и другие сопутствующие симптомы, то просто дайте ему немного яблочного уксуса в пропорции 1 чайная ложечка на 200 мл воды. Если вы хотите похудеть, то яблочный уксус помогает и сбросит лишний вес, даже через 2-3 недели приема. Таким образом, мы разобрали, что кислота, содержащаяся в нем, помогает желудочно-кишечному тракту лучше работать и расщеплять пищу на составные части. Не уксус сжигает жир, как некоторые считают, а именно ускоренные процессы пищеварения дают такой прекрасный результат. И теперь я дам вам рецепт одного из самых мощных и простых напитков за всю историю человечества. О нем знали многие монахи, знахари, лекари и до сих пор применяют люди, которые восстанавливают здоровье. Итак, рецепт. Нам потребуется 1 стакан емкостью 300 мл, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 1 лимон, 2 чайные ложки клюквенного сока и кусочек имбиря. Наливаем в наш стакан чистой воды и добавляем по 2 чайные ложки яблочного уксуса, лимонного сока, клюквенного сока и трем 2 чайные ложки имбиря. И когда напиток готов, то просто выпиваем его. Пить рекомендуется 2 раза в день. Разумеется, важно себя чувствовать. Если вам нравится этот вкус и запах, то вы выпейте его прям залпом. Таким образом вы поймете, что вашему организму нужны все эти витамины, которые в нем содержатся. Имеется запах или вкус будут казаться странным для вас, то попробуйте другие рецепты, которые придутся вам по вкусу. В любом случае старайтесь применять всегда только природные ингредиенты, в качестве которых вы уверены. Данную статью можно всегда найти на моем сайте www.densokolov.com. Ссылку я поставил в описании к этому видео. Если у вас появились вопросы, то пишите их в комментариях, я постараюсь ответить. Будьте всегда здоровы и счастливы! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok